ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Начиналась космическая программа еще в 1948 году. В СССР разрабатывали суборбитальные полеты. Это такие старты, когда ракета по лягушащей совершает прыжок на высоту до 100 километров, а затем падает на Землю. Несколько первых запусков ракет Р-1 без живых существ на борту под руководством Сергея Королева были успешными. Следующие старты должны были дать ученым ответ на вопрос, как во враждебном космическом пространстве поведет себя живой организм. Изначально решалось, какое живое существо лучше запустить первым, обезьяну или собаку. Но так как у советских ученых было больше опыта работы с собаками, выбрали собаку. Кроме того, обезьяна более эмоциональна, нестабильна и может вести себя агрессивно. Советские ученые собрали целый отряд из собак. Почти 20 лет они были на службе у науки. Их подбором и тренировкой занимался Институт авиационной медицины. Критерии определили сразу. Нужны были собаки определенной раскраски. Если вы обратите внимание на белкую стрелку, то они светлые. Дело в том, что тогда в условиях черно-белого телевидения темную собаку на темном фоне, еще и с плохим освещением, было бы просто не видно. В космическом отряде было 48 собак. Каждого пса готовили на протяжении года. Собаки жили в хороших условиях, окруженные лаской и заботой. Но работа была непростой. Их раскручивали в центрифугах, усаживали в тесные капсулы, включали громкие звуки. Собаки летали вот в таких вот капсулах. Это катапультируемая, возвращаемая капсула, в которой сидят две собаки, каждая из которых в своем скафандре, который шили для собак индивидуально. Выглядели эти скафандры очень интересно. У них были специальные отсеки и подлапки, и специальный шлемофон для того, чтобы собака себя прекрасно чувствовала. К своим подопечным и в институте, и в бюро Королева относились с любовью. Даже строгий в работе Сергей Павлович разрешал иной раз фамильярности и нежности. Многие из собак бывали в полетах несколько раз. Рекордсменом стал пес по кличке Кусачка. За выдающиеся достижения четырехлапый космонавт получил не только много вкусных угощений, но и другую, более благородную кличку – Отважная. Были и те, кто отличился по особенному поводу. За два дня до старта в 1951 году пес по кличке Смелый сорвался с поводка и убежал в Астраханскую степь. Два дня поисков не дали результата. Ему уже подбирали замену, как вдруг Смелый вернулся сам. К сожалению, в этом летном отряде были потери. Это воспринималось как личная трагедия. В 1957 году ракетостроение достигло такого уровня развития, которое позволяло вывести космический корабль на околоземную орбиту. Хрущев торопил конструкторское бюро Королева с очередным космическим прорывом. Весь мир следил за первым орбитальным полетом собаки Лайки. Она должна была провести в космосе неделю, но, к сожалению, погибла через 6 часов полета из-за перегрева. Такую фатальную ошибку советские ученые не могли допустить снова. За год до первого полета Юрия Гагарина в космос отправили белку и стрелку. Они провели там более суток, совершив 17 оборотов вокруг Земли. А самое главное, вернулись целыми и невредимыми.